всем привет это тип топ тв я марина и вы снова со мной с вами сегодня я вам покажу что я купила в икее в этот заход на моем канале недавно выходило видео по поводу теплиц на 16 парковой улице там я купила сейчас тоже покажу что две толстянки вот в свою коллекцию вот именно таких пока что еще не было вот посмотрите какие интересные формы листочков вот в виде каких-то пальчиков что-то такое вообще необычная сама толстянка такая сочная вся называется толстянка древовидная и вторая толстянка вот такая сейчас покажу тоже мне очень понравилось смотрите какие сочные толстые листья и первый раз я вижу красу толстянку именно с белыми прожилками вот смотрите как будто бы ее покрасили белой краской такой налет очень красивый и мне понадобились для них естественно горшочки на 16 парковые горшки оказались очень дорогими по 800 рублей я естественно вспомнила что в икее есть не хуже а может быть даже лучше и дешевле и как раз поехала туда и сняла для вас видео и посмотрите какие горшки удалось мне подобрать в икее как раз под эти цветы вот диаметр все совпал я еще буду пересаживать потому что этих горшков вот этих кашпо есть там дырочка внизу то есть можно спокойно пересадить ничего не загниет вот видите вязаный такой узор мне сразу в магазине они понравились они по 199 рублей и еще вот такие поддончики к ним тоже я подобрала сделано в россии поддоны стоят поддоны по 39 рублей вот две штучки горшкам диаметр горшков 12 сантиметров сделаны в россии и написано что сделаны из бетона и покрыты акриловой краской белой еще в икее вот как вы видели тоже в видео я нашла такую доску необычную в этом сезоне она керамическая давайте посмотрим что здесь про нее написано она в отделе где доски находятся кухонные где бамбуковые доски деревянные вот такая в том числе керамическая но называется это блюдо каменная керамика цветная глазурь длина 32 сантиметра ширина 15 сантиметров исполнение такое качественное можно на такой доске и резать конечно же но аккуратнее потому что все-таки наши будут тупиться и подавать нарезки колбасы и всевозможные и фрукты допустим даже помидор если вы нарежете красиво посыпите базиликом сбрызните оливковым маслом натуральным нерафинированным будет гвоздь программы главное блюдо стола можно так сказать будет очень красиво смотреться посмотрите какая красота стоит это блюдо 299 рублей я всегда конечно же пользуюсь картой key family возможно там еще и скидки какие-то были на определенные виды товаров карту key family и очень легко можно оформить или при входе или на кассах это буквально делает трех секунд просто заполнить анкету и еще купила на матрасник водонепроницаемый для того чтобы защитить матрас потому что матрасы сейчас дорогие и проще стирать на матрасник москва Еще я в теплицах купила землю, вермикулит для рассады и вот такие семена. Капуста пекинская 12 рублей стоила. Я посмотрела, что ее можно выращивать и безрассадным способом, прямо в землю. Семена попробую. И вообще пекинская капуста, насколько я прочитала характеристики, очень капризная. При любых неблагоприятных условиях, допустим, мало солнца или дождливое лето, или малый полив, она сразу дает стрелку. Но в общем, она капризная. Еще подумаю, сажать или нет в этом сезоне. И вот уже замочила семена капусты китайской Пак Чой. Татьяна, моя подписчица ВКонтакте, мы с ней общаемся. Она мне посоветовала вот эту капусту, потому что она неприхотлива в уходе, среднеспелая, холодостойкая, повышает устойчивость организма к болезням. Очень легко ее выращивать. И самое главное, что ее тоже можно использовать как обычную капусту и в борщах, и в летних супах, и замораживать, и как начинку для пирогов. В общем, универсальная. Ее я тоже вот замочила семена, посмотрю, что получится в этом году. Значит, среднеспелый сорт, 75-85 дней, гибрид для ранневесеннего и летнеосеннего выращивания в открытом и защищенном грунте. То есть можно еще и в теплице. Масса одного растения до полутора килограмм может уходить. Вкусовые качества хорошие. Сбор урожая производится по мере роста растения. Вот все мои покупки на сегодня из Икеи и из теплиц. Надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. Возможно, что-то и вас заинтересует. Ну, а я желаю вам, как всегда, здоровья, благополучия вам и вашей семье и только полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной. Вот, а замочила я семена, кроме пакчо, китайской капусты, еще и юньскую, белокочанную F1, это гибрид. И белокочанная, она просто так и называется, русский размер. Вот эти все у меня очень хорошо росли в предыдущие годы. Особенно, по-моему, вот эта F1, такие кочаны получились внушительные. Давайте посмотрим. Прошло два дня. Вот, в тепле у меня находился этот подончик. Все-таки мне не понравился метод замачивания семян в губки, потому что там непонятно, влажные семена, не влажные. В общем, я вернулась к своему методу вот в ватных дисках. И посмотрите, вот, на второй день уже лопнули, некоторые семена набухли и готовы уже проклюнутся вот буквально со дня на день. Я думаю, что завтра уже проклюнутся вот это маленькие совсем. Понимаете, с дисками вот видно, влажные они, не влажные. Вот уже одно семя проклюнулось. Вот, пересыхают или нет, очень легко проветривать. В губке же все это очень непонятно. И вот семена в такой специальной оболочке. Они, кстати, дольше всего всегда проклевываются, потому что эта оболочка как раз и рассчитана на это. Ну вот, проветрила. Посмотрим. Возможно, завтра уже проклюнутся, и тогда я буду сразу их высевать в торфяные мешочки или в торфяные таблетки. Посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...